добрый день наши хорошие зрители гости и подписчики канала я сегодня снова на кухне и я сегодня любимую свою делаю закусочку из свеколки ну это в принципе я не знаю как можно назвать и закуской и намазкой и просто как салатик ее можно кушать за столом короче я начинаю а для этого мне нужен майонез и так как вы поняли я научилась делать майонез я его уже не покупаю и пришло время его приготовить у меня заранее приготовлена сухая пол-литровая баночка 2 яйца которые я буду разбивать по одному в эту банку в ней я и буду взбивать майонез яйца обязательно нужно разбивать другую емкость чтобы понимать все может быть это яйцо и наливать его нужно очень аккуратно чтобы желточек у нас был целенький 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 заранее постелю полотенечко на стол для того чтобы гул нашего блендера не такой был сильный и добавляем все ингредиенты по порядку а для этого чайная ложечка неполная без горки соли все сразу по местам убираю чтобы она нам не мешала такая же даже еще чуть меньше горочка сахара я специально отмерила вообще так плоскенько чайная ложка горчицы столовая ложка уксуса у меня лимончика нет лимонной кислоты можно добавить сухой но я добавлю один уксус столовая ложечка по вкусу на любителя но я хочу добавить чеснок у меня сухой чесночок на одну треть чайной ложки также черный перец и подсолнечное масло здесь у меня 150 грамм добавляю еще еще 100 грамм то есть масло в общем количестве у меня получилось 250 миллиграмм это масло без запаха все у нас все добавлено то есть горчица уксус сахар соль чесночок масло два яйца все и теперь мы начинаем взбивать буду взбивать долго шум будет сильный поэтому не обессудьте вот так включаю теперь на дно банки я полностью загружаю погружаю свой блендер желательно захватить два яйца и не поднимаю его с дна долго пока не пойдут белые такие вот пружечки вверх ползут видите кнопочка маленькая неудобно масло с поверхности банки должно все быть белым желтого быть сверху не должно неудобно теперь я по чуть-чуть поднимаю вверх-вниз но ни в коем случае не вынимать его полностью неудобно что Субтитры подогнал «Симон» 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 Их выкидывать не нужно, их тоже я сейчас передавлю. Увидите вы, в чём тут дело, видите? На этой части немного есть вот таких пластиночек, которые не передавились. И я их сейчас буквально вот так вот одним нажатием и передавила. Всё, чеснок у нас весь остался вот здесь, вот он в серединочке. Я его аккуратненько туда... У меня четыре больших зубочка. Сейчас молодой чеснок, он не сильно ядрёный и будет как раз хорошо. У меня было четыре свеколки, четыре зубчика крупных чеснока. Сюда я уже не буду добавлять ни соль, ни перец, потому что майонез у меня получился ядрёненький, солёненький. Но это как раз для вот этой нашей свеклы. Вот так. И перемешиваем. Блюдо готово. На любой кусочек серого хлеба, да с помидоркой. Это будет обалденно. Или с любой кашкой, к любым макаронам. Это идёт как добавочка, как салатик. Можно добавить меньше чеснока. Можно добавить сюда грецкий орех, который у меня, кстати, есть, но не буду добавлять. Я хочу, чтобы оно было как намазка. Орешек будет чувствоваться. Но, в принципе, с орехами тоже очень вкусно. Я в прошлый раз делала так, если кто видел и кто смотрел. Всё, наша закусочка готова. Можно добавить зелени, но, в принципе, она самодостаточна. Свекла сладкая, майонезик остренький, с горчичкой, ах, с чесночком. Просто прелесть. Ребятки, готовьте свеклу. Это очень полезно, очень вкусно. У меня, когда росли мои девчонки в доме, были всякие времена, я вам скажу. Помните? Я не знаю, в какой стране у нас такой был, значит, период, когда зарплату не выдавали. Выдавали чеки. Эти чеки отоваривались. Отоваривались такими продуктами, которые детки не всегда кушают. Там, ну, всяко-разно, короче. Всё было. И меня выручала в то время свекла. Вы знаете, ну, настолько дети её любили. Любили, потому что просили. Я знаю, что хотелось им, может быть, колбасы, какого-нибудь там кусочек мяса на хлеб положить. Но его в тот период не было. И на хлебушек ложили вот эту вот свеколочку с чесночком. Не было майонеза, было подсолнечное масло, то же самое. И, короче, они в период между играми гоняли же раньше всегда детки вокруг домов и классики. И что-то там Юля, он вчера рассказывал, и паучков ловили на ниточку. И сидели просто на камешках, на теплотрубах. Как угодно. Играли сами с собой, сами с детьми. Короче, раньше чуть-чуть было по-другому ихнее детство происходило. Сейчас все по-другому. И вот во время того, когда они уже сильно набегаются и хотят просто перекусить, они сесть, например, на ужин с семьей покушать, это надо время. А гулять-то охота, а выходные-то горят. И вот в такие периоды они приходили, просили, мама, давай бегом. Там девчонки ждут. И все, я им на хлебушек вот этой свеколки. Они бегом заели, компотом запили и опять на улице. Вот такое было дело. Но все любят свеклу, а я очень-очень. И Витя тоже. Кстати, сейчас я ему это и предложу. Готовьте вкусно, готовьте с нами и майонез, и свеколку. И будет вам обалденно. А витамины какие, девчонки и мальчишки, они только скачут. Все вот так бум, скачут. Кстати, выражение витаминки скачут. У меня, по-моему, Женя спрашивала. Мама, я заглядываю, ничего там не скачет. Что ты такое говоришь? Я говорю, доча, они все внутри скачут. Так что пускай у вас внутри поскачут витаминки от вкусной-вкусной свеклы. А на сегодня пока-пока.